Март 2021 в цифрах. В топ-10 ворвались новые монеты, биткоин закрыл лучший квартал за 8 лет. Ключевое. Биткоин обновил исторический максимум на отметке 61 800 и закрыл лучший первый квартал за 8 лет. В десятку крупнейших по капитализации вошли Uniswap, Falkoin, ThetaToken. Объем торгов на криптовалютных биржах в марте вновь превысил 1 трлн долларов США. Основная активность пришлась на Binance, Huobu и OKEx. Объем открытых позиций на рынке биткоин-фьючерсов впервые приблизился к 23 млрд долларов США. DeFi на Ethereum стагнирует. В то же время растет экосистема Binance Smart Chain. Сегмент NFT бьет рекорды по объему торгов. Наиболее дорогая работа художника Beeple продана почти за 70 млн долларов США. Совокупная капитализация стейблкоинов превысила 60 млрд долларов США, 40 млрд из которых приходится на USDT от Tether. Доля USDCoin растет при капитализации выше 10 млрд долларов США. Майнеры биткоина и эфириум сгенерировали рекордную прибыль, а доходность акций майнинговых компаний опередила биткоин. Биржевые балансы в биткоине и эфириум уменьшаются на фоне сокращения количества китов. Динамика ведущих активов В первой половине марта биткоин восстановил утраченные в феврале позиции, а затем установил новый исторический максимум на отметке 61 800 долларов США, после чего последовала коррекция до 50 360. По итогу месяца биткоин вырос на 35%. Первый квартал выдался одним из наиболее удачных с 2014 года. Доходность за первые три месяца 2021 года превысила 100%. Схожая динамика наблюдалась и у второй по капитализации криптовалюты эфириум. После коррекции в конце февраля цена эфириум выросла на 50%, достигнув 13 марта отметки 1943. К концу марта котировки скорректировались до 1550, однако доходность эфириум по итогу марта составила 34%. В марте в топ-10 активов по рыночной капитализации произошли заметные изменения. На восьмой строчке закрепился токен Юни – децентрализованной биржи Юнисвап. Его курс достиг максимума на отметке 36 долларов США. Более впечатляющую динамику показал токен Фил – децентрализованной платформы хранения данных Фалькоин, который вырос на 430% и установил новый максимум на отметке 237 долларов США. Некоторое время в первой десятке побыл и токен Zeta – стриминговой платформы Zeta Network. В течение марта его курс вырос на 290%, установив максимум на уровне 15 долларов США. Рыночные настроения и корреляции В начале марта индекс страха и жадности вырос к отметкам выше 70. Большую часть месяца индикатор пребывал в относительном спокойствии, почти не демонстрируя резких скачков к экстремумам. В марте корреляция первой криптовалюты и S&P 500 оставалась на относительно высоком уровне – 0,26. Статистическая взаимосвязь между ценами биткоина и золота практически отсутствовала. Биткоин вел себя как рисковый, а не защитный актив. Традиционно цифровое золото наиболее тесно коррелировало с другими криптовалютами, включая лайткоин и эфириум – 0,83 и 0,73 соответственно. Объем торгов В марте объем торгов на спутовых биржах вновь составил 1,32 трлн долларов США. В топе вновь оказались азиатские платформы. На Binance пришлось 757 млрд долларов США. Huobi – 210 млрд долларов. OKEx – 173 млрд. Американская биржа Coinbase сгенерировала объем в 87 млрд долларов США. Фьючерсы и опционы В марте совокупный объем торгов биткоин фьючерсами составил рекордные 2,15 трлн долларов США, 720 млрд из которых пришлись на Binance. Открытый интерес в марте впервые приблизился к 23 млрд долларов США. Схожая ситуация наблюдалась и на рынке опционов. Совокупный объем торгов контрактами на основе биткоина достиг рекордных 28,5 млрд долларов США. Из них 26,7 млрд долларов пришлись на биржу Deribit. DeFi Темпы роста DeFi-экосистемы на базе Ethereum оставались невысокими. Общий объем заблокированных на смарт-контрактах средств не достиг февральского максимума на отметке 45 млрд долларов США. Вероятная причина замедления роста сектора – высокие комиссии, отпугивающие розничных инвесторов. Последние все чаще предпочитают альтернативные DeFi-экосистемы – Binance Smart Chain и Huobi Ecochain. Тройка лидеров осталась неизменной – лендинговые Ethereum проекты Maker, EAV и Compound. Наиболее крупные сегменты DeFi – экосистемы на базе Ethereum, кредитования и децентрализованные биржи. В марте значительный рост продемонстрировал токен проекта Terra – 186%. Его капитализация достигла 7,5 млрд долларов США. Также существенно выросли активы DEX протоколов PancakeSwap от Ox – 47% и 45,9% соответственно. Общая рыночная стоимость токенизированных биткоинов приблизилась к 11 млрд долларов США. Укрепил позиции бессменный лидер сегмента – RapidBitcoin. Его капитализация превысила 8 млрд долларов США. Общий TVL проектов на базе Binance Smart Chain вырос на 107%, преодолев рубеж в 19 млрд долларов США. Ellipsis Finance вытеснил с третьей строчки рейтинга проект AutoFarm. TVL нового проекта уже превысил 2 млрд долларов США. Общий TVL проектов на базе Huobi EcoChain достиг 7,5 млрд долларов США. DEX В марте объем торгов на децентрализованных биржах достиг 61,1 млрд долларов США. Второй по величине показателей в 2021 году и в целом. Абсолютным лидером в сегменте Ethereum бирж остается Uniswap. В прошлом месяце оборот платформы составил 37,1 млрд долларов США. Рыночная доля Uniswap за месяц выросла с 46,5% до 74,3%. Вероятно, на показатели положительно отразился анонс третьей версии протокола. В тройку лидеров вошли SushiSwap с месячным оборотом в 9,1 млрд долларов США, а также Curve с 5,2 млрд долларов. NFT Объем торгов невзаимозаменяемыми токенами установил новый рекорд. На 9 ведущих маркетплейсов пришлось более 600 млн долларов США. В разрезе платформ лидирует NBA Top Shots – 196,3 млн долларов США, Nifty Gateway – 140,8 млн долларов и OpenSea – 137,1 млн долларов. Стейблкоины Капитализация стейблкоинов в марте впервые превысила 60 млрд долларов США. С начала года показатель вырос на 100%. Ведущий стейблкоин USDT от Tether преодолел рубеж в 40 млрд долларов США. Капитализация второй по популярности стабильной монеты USDCoin от Center превысила 10 млрд долларов США. P2P Объем торгов на P2P-платформе LocalBitcoins в марте достиг минимальных в 2021 году значений в долларовом эквиваленте. Совокупный объем сделок с биткоином обновил антирекорд с 2013 года. Иная ситуация наблюдается на конкурирующей платформе Paxful. В марте объем торгов биткоином начал восстанавливаться с февральского минимума. В долларовом выражении обороты превысили среднее значение 2020-2021 годов. Майнинг хешрейт комиссии Доходы биткоин и эфириум майнеров в марте обновили максимумы. Добывающие цифровое золото майнеры получили 1,74 млрд долларов США. Основную часть дохода составили награды за добытые блоки – 1,57 млрд долларов. Эфириум майнеры добыли криптовалюту на 1,37 млрд долларов США, лишь на 1% превзойдя показатель февраля. Комиссии в их доходах составили 47%. В марте продолжился рост хешрейта на фоне движения цены биткоина к новым высотам. Топ-5 крупнейших пулов по добыче цифрового золота – F2Pool, Pulling, AntPool, Bitcoin.com и BinancePool. Коррелирующий с ценой хешрейт эфириум также существенно вырос в марте – на 15%. С начала года показатель увеличился на 63%. Для эфириум по-прежнему актуальна проблема высоких транзакционных комиссий, средний показатель которых зачастую превышает значение биткоина. Грядущая активация EIP-1559 и внедрение решения второго уровня «Оптимизм» биржи Uniswap призваны снизить волатильность цены газа и нагрузку на блокчейн эфириум. В середине марта на фоне движения биткоина к отметкам выше 60 тысяч долларов США пошли в рост курсы акций майнинговых компаний – Canon. 12 марта котировки ценных бумаг компаний установили исторический максимум на отметке 39,1 долларов США. Месяц завершился ростом на 17%. Eibank International Holdings Inc. Произошел резкий всплеск цены акций, но без обновления максимума. По итогу марта акции выросли на 5%. Riot Blockchain Inc. Умеренный рост рыночной стоимости акций с доходностью 8% по итогам месяца. В то же время доходность акций на годовом отрезке опередила биткоин в 5 раз. Unchain данные. Число адресов с 1000 биткоинами и более резко уменьшилось на фоне роста биткоина к отметкам выше 60 тысяч долларов США. Это может указывать на фиксацию китами прибыли от долгосрочных инвестиций в криптовалюту. Количество адресов розничных участников рынка, напротив, продолжило рост. Это может говорить о пополнении индустрии новыми участниками. На фоне роста биткоина к новым высотам возобновилась тенденция к снижению балансов централизованных бирж. Это также может указывать на стремление инвесторов зафиксировать прибыль, а также вывести средства на гораздо более безопасные холодные кошельки. Несмотря на замедление активности в эфириум-сегменте DeFi, объем транзакций с эфириум в марте вырос на 14%. Unchain активность в экосистеме BSC по-прежнему значительно выше, чем у эфириум. Основной драйвер транзакционного спроса – розничные пользователи, предпочитающие низкие комиссии децентрализации. Активность крупных игроков – Grayscale Премия на акции биткоин-траста компании Grayscale в течение всего марта была отрицательной, на фоне чего компания приостановила прием инвестиций. А материнская фирма Digital Currency Group Барри Силберта объявила о готовности купить на открытом рынке акции на сумму до 250 млн долларов США. Совокупный объем активов под управлением Grayscale достиг нового максимума на отметке 45 млрд долларов США. Компания запустила 5 новых трастов на базе альткоинов Basic Attention Token, Chainlink, Decentraland, Filecoin и LifePeer. MicroStrategy 1 марта компания дополнительно приобрела 328 биткоинов по средней цене 45 710 долларов США. 12 марта компания сообщила о приобретении еще 262 биткоинов на сумму около 15 млн долларов США. По состоянию на 1 апреля MicroStrategy владеет 91 326 биткоинами на сумму 2,2 млрд долларов США. ETF на горизонте Сразу четыре компании подали в марте заявки на запуск торгуемых на бирже фондов на базе биткоина. В их числе Чикагская биржа опционов, которая также допустила возобновление торгов биткоин фьючерсами. Среди других компаний канадская Evolve Funds, базирующаяся в Нью-Йорке Simplify Exchange Trade Funds и управляющая активами Wisdom 3. Крупные венчурные раунды В первом квартале 2021 года криптовалютные компании, по данным CB Insights, привлекли 2,6 млрд долларов США, а число сделок составило 129. За весь 2020 год игроки индустрии привлекли 2,3 млрд долларов США в рамках 341 сделки. Вот основные венчурные раунды марта. Лендинговая платформа BlockFi привлекла 350 млн долларов США инвестиций при оценке в 3 млрд долларов США. Поставщик решений Blockchain.com привлек 300 млн долларов США. Компанию оценили в 5,2 млрд долларов. Ориентированная на крупных игроков платформа New York Digital Investment Group привлекла 200 млн долларов США. Ориентированный на институциональных инвесторов Кастодиан Fireblocks привлек 133 млн долларов США. Аналитическая компания ChinaLisys привлекла 100 млн долларов США. Ее оценка превысила 2 млрд долларов. Starkweir, разработчик решений для масштабирования Ethereum, привлек 75 млн долларов. Семейный офис Сороса инвестировал в поставщика криптоданных Люка в раунде на 53 млн долларов. Аванти Кейтлин Лонг привлекла 37 млн долларов перед запуском криптовалютного банка. Ключевые события в регионах. Власти РФ предположительно заинтересовались работой P2P-обменников. Депутат Госдумы допустил изменение порога для декларирования криптовалют. Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по пересечению незаконных трансграничных переводов цифровых финансовых активов. НБУ объяснил важность легализации криптовалют, но представитель регулятора предложил отложить закон о виртуальных активах. Минцифры совместно с другими ведомствами и бизнесом приступили к разработке дорожной карты развития криптовалютного рынка. Премьер-министру страны предложили план блокчейн-интеграции с ЕС. Глава Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Оксаков предложил внести поправки в закон о цифровых финансовых активах в связи с возможным выпуском цифрового рубля. Зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор планирует представить прототип платформы для цифрового рубля к концу текущего года. Председатель Банка России допустила введение комиссий в цифровом рубле за C2B-переводы. Регулирование. Южная Корея ужесточила контроль над криптовалютной индустрией. Ирландия расширит действия закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на криптовалютную индустрию. Вице-президент Нигерии призвал к осторожному внедрению блокчейна. Центробанк Таиланда до конца 2021 года начнет регулировать стейблкоины. Кандидат в председателе СЭК США Гэри Гэнслер назвал биткоин катализатором перемен и заявил о планах продвигать инновации. Одновременно власти страны займутся поиском людей, уклоняющихся от налогов от операций с криптовалютами. А комиссар СЭК Хестер Пирс призвала DeFi-проекты общаться с СЭК, чтобы не нарушать закон о ценных бумагах. В Индии опровергли планы полного запрета криптовалют. Одновременно власти обязали компании раскрывать криптовалютные активы и заявили о необходимости введения налога на доходы физических лиц от криптовалют. В Казахстане создадут рабочую группу по развитию криптоиндустрии и блокчейна. Канада ужесточила правила верификации держателей криптовалют. Министр Великобритании Джон Глен заявил, что страна сфокусируется на регулировании стейблкоинов. FATF включила DeFi в проект руководящих положений для криптоиндустрии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разработать законодательные нормы для криптовалют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok